Салем дустат! И место встречи изменить нельзя, мы встречаемся на моей кухне. Мне кажется, можно уже назвать это место спортивная кухня, и в принципе эту рубрику можно назвать спортивная кухня, поскольку я вещаю о спорте и своей кухней, потому что это самое освещенное место в моей квартире. На прошлой неделе я начала реабилитацию своего правого коленного сустава, я тренировалась уже три раза. Первая тренировка была демо-версией, то есть она ознакомительная, а остальные две уже включили в себя полноценную работу, после которой я ходила на восстановительные процедуры, а именно иглоукалывание и озонотерапия. Рустамбек Мухаметов, инструктор кинезиотерапии, и судя по взгляду, мой микрофон ему не по вкусу. Смотрите, пожалуйста, какие сегодня упражнения меня ждут? У нас сегодня будут упражнения по стандарту. Будем делать разгибания, сгибания, будем толкать вес, будем работать статически, будем работать на декомпрессию, будем работать на изометр. То есть никакого отдыха, только работа, работа, еще раз работа. У нас цель вернуться в спорт. Тренажер, на котором проходит реабилитация, называется МТБ, многофункциональный тренажер Бубновского. Напомню, Сергей Бубновский, доктор медицинских наук, автор методики профилактической кинезиотерапии и работ о лечении опорно-двигательного аппарата. Кинезиотерапия – одно из средств реабилитации, основанное на том, что правильные движения тела помогают обновить, улучшить, сохранить хорошее функциональное состояние мышц и костей, сердечно-сосудистой системы и других систем организма. Именно профессор Бубновский доказал, что кинезиотерапия может являться самостоятельным способом лечения и реабилитации, а главное здесь, как уже было сказано, это правильные движения тела. Я не вижу смысла говорить отдельно о каждом упражнении и в какой последовательности я их выполняю, просто потому что каждый тренировочный план составляется индивидуально для человека. И вряд ли дома вы захотите повторить подобные упражнения, просто потому что у вас нет этого тренажера. Но если вдруг вас заинтересовали упражнения с мячом, с балансировочной подушкой, либо с резиной, напишите, пожалуйста, в комментариях, и для вас я сниму видео с этими упражнениями. Основа метода – это декомпрессионная гимнастика на многофункциональном тренажере Бубновского. Здесь присутствует элемент декомпрессии на колене и суставах, да и вообще на весь форму двигается аппарат. Чтобы поработать на переднюю поверхность дыра, нам нужно лечь. Чтобы поработать на заднюю поверхность дыра, нам нужно сесть. Рустамбек – самый главный пытатель в этой пытошной. Пытатель. После тренировки меня ожидал сеанс иглорефлексотерапии и озонотерапии. Управо, да, вы сказали? Угу. А сколько так лежать? Юн Борис Борисович. Единственный врач-иглотерапевт по Казахстану, который отучился в Пекинском институте китайской медицины и получил степень магистр. Делая диагностику по пульсу всего организма, работает по уникальной методике по лечению иглотерапии. Озонотерапия заключается в введении в организм озона, газа, представляющего собой активную форму кислорода. Попадая в организм, озон распадается на озониды, которые насыщают организм кислородом. Являясь сильнейшим антиоксидантом, они повышают защитные функции организма, препятствуют возникновению свободных радикалов и усиливают иммунитет. Удивительным для меня было то, что доктор посчитал необходимым включить в процесс реабилитации и изготовления вот таких ортопедических стелек. Давайте мы вообще стельки сделаем сегодня. У меня стельки еще. У меня есть стельки еще. Мне кажется, полость напала еще. Закончите, зайдете, ладно? Ладно. Стельки сделаем. Стельку сейчас сделаем классную. Вот стоите, я просто покажу, насколько у вас, вам необходимы просто стелечки. И давайте так, мы сейчас сделаем одну пару вам, так как вы на реабилитации. Вторую нужно тренировочную обязательно, две стельки должны быть. Одна тренировочная, одна... Ну блин, вообще... Весь процесс изготовления стелек занял минут 15. Замерили стопу, взяли стельку необходимого размера, нагрели ее строительным феном, дальше сприжали, чтобы стелька приняла определенную форму стопы. Это нам поможет очень сильно в реабилитации и стабилизации коленного сустава, потому что нестабильность, так называемая, она развивается тоже между развивцами, из-за таких проблем со стопой. Ну да. Этому комплексу нужно. Что я могу сказать по истечению трех тренировочных дней? Но, если честно, особой разницы я не заметила. В воскресенье мы играли однодневный тур в любительской лиге, и там мне вообще практически не приходилось прыгать. Я могла с места ставить блок, лишь в конце дня я уже начала чуть выше подпрыгивать. Но один момент я запомнила. Я сделала резкое движение в защите, относительно резкое, и я почувствовала небольшой люфт в коленном суставе. Быть может, это были какие-то десятые, двадцатые доли миллиметра, но я это заметила. Но я как бы адекватный человек, и я понимаю, что за три дня мне здесь новое колено не сделают. И я молча иду дальше на тренировку, тренируюсь, закачиваю колено, и посмотрим, что будет через десять дней. Следующий выпуск выйдет после двух тренировок. Ну а пока, кейс дес кэньше, сау булан из!